давайте представим что я учусь сейчас прямо в выпускном классе новый кодекс об образовании изменения точнее в кодекс об образовании что мне важно и нужно знать в первую очередь если вы ученик 11 класса этого года обучения то в этом году по тестации школьника для вас не изменится ничего но если вы обучаете сейчас 10 классе то в 23 году действительно будут существенные изменения это касается введения централизованного экзамена как форма аттестации для завершения обучения в одиннадцатом классе а это значит что централизованный экзамен будет по математике по русскому или белорусскому языку на мой выбор русский или белорусский конечно это по вашему выбору точно так же как и сейчас вы будете выбирать заканчивая 11 класс только сейчас форма внутренний экзамен а в дальнейшем это будет централизованный экзамен по двум предметам вы будете получать сертификат по результату завершения этого экзамена который вы будете отдавать в приемную комиссию для поступления высшее учебное заведение и если вам понадобится еще иные профильные предметы для сдачи то вы будете сдавать их через централизованное тестирование и предоставлять еще плюс сертификаты централизованного тестирования чтобы мне как ученик вот до конца было понятно то есть я сдаю в школе вот этот вот тест и он же является документом с которым я иду уже поступать и не нужно мне уже математику и русский либо белорусский сдавать не надо поясню немножко по форме организации централизованного экзамена не совсем школе у нас централизованный экзамен будет организован по форме подобной централизованному тестированию это значит что сдача централизованного экзамена будет в специально обозначенных пунктах централизованного экзамена такие пункты сейчас действуют для централизованного тестирования их около 70 их число для централизованных экзаменов будет увеличено примерно до 100. Там будут работать педагоги, организующие это мероприятие, и будет организован подвоз ребят для сдачи централизованного экзамена. Централизованный подвоз там, где это будет необходимо. Если для поступления на эту специальность, у вас в порядке приема установлена, например, химия и биология, как два профильных предмета, а нет математики языка, то в этом случае вам нужно будет на централизованное тестирование сдать эти дисциплины. Но если у вас профильный первый предмет математика, то вам не нужно идти на централизованное тестирование по этому предмету, потому что у вас будет уже сертификат централизованного экзамена. То есть централизованное тестирование все равно остается? Конечно, да. То есть вот этот централизованный экзамен, о котором мы сейчас говорили, он не подменяет собой полностью централизованное тестирование, лишь в какой-то его части получается? Просто по его результату можно Можно будет не сдавать второй раз ученику математику или русский на централизованном тестировании, а достаточно предоставить тех сертификатов, которые будут получены по результату аттестации на централизованном экзамене для ученика. Если меня, как амбициозного ученика, допустим, не устраивает оценка централизованного экзамена, могу ли я сдать централизованное тестирование все равно по той же математике, чтобы повысить эту оценку? Нет, такой возможности не будет предоставлено, потому что это аттестация, потому что этот балл влияет на средний балл аттестата. А вы получаете несколько документов. Помимо сертификатов, вы получаете аттестат, средний балл которого играет в том числе роль при поступлении в высшее учебное заведение, потому что вы предоставляете сертификат централизованного тестирования, если это необходимо, вы предоставляете сертификат централизованного экзамена и средний балл аттестата. Мне для поступления нужна как раз математика. Ну, один из предметов. И я учусь в каком-нибудь профильном классе с углубленным изучением математики. Для меня задание все равно, как для всех. Программа централизованного экзамена будет одинакова для всех. То есть углубленное изучение — это, что называется, для себя, для собственного развития? Ну, углубленное изучение понадобится в том числе для того, чтобы поступать дальше, высшее учебное заведение для того, чтобы иметь возможность обучаться по профильным специальностям далее. Вот этот результат централизованного экзамена, он на общую, ну, как, помните, раньше говорили, бал аттестата. Он же влияет каким-то образом? Конечно, он влияет на средний бал аттестата. Математика и язык. А другие предметы? По ним надо сдавать экзамены? В любом случае, по окончании школы. Или просто получаешь общую какую-то оценку за, там, ну, выведенную среднеарифметическую и все. А годовая оценка, да. То есть я должен понимать сегодня, что, чтобы мне успешно закончить школу, мне надо хорошо сдать централизованный экзамен и посмотреть, чтобы другие оценки в аттестате тоже были хорошими, просто потому что они влияют, в общем, на общую картину для дальнейшего поступления в ВУЗ. Теперь давайте представим, что я педагог, который через полтора года тоже столкнется с этим. И будет принимать экзамены, будет организовываться, наверное, как-то эти экзамены. Что ждет меня? Что я должен знать обязательно? Ну, наверное, только то, что качественные показатели работы будут очевидны. Мои, как педагога. Хорошо ли я научил, да, получается? Да. И что нужно доработать для того, чтобы эффективность вашей работы становилась лучше? Хорошо. Теперь давайте я... Отец школьника, который через полтора года заканчивает школу. Что мне важно и нужно сдать в изменениях в кодексе образования? В первую очередь, отмечу, что у кодекса образования, он и все те изменения, которые внесены, и в новой редакции кодекса образования, более 200 изменений, 17 новых статей. Это означает, что все изменения, установленные кодексом, направлены, на первую очередь, на его совершенствование, на повышение его эффективности, на улучшение качества образования. Основные принципы системы образования, а именно качество, доступность, социальные гарантии, эти принципы сохраняются, и при этом добавляются еще несколько, а именно инклюзия и принцип обязательности общего среднего образования. Меняются правила целевого набора. Прежде всего, вузы, что, опять же, нам важно и нужно понимать всем, как тем, кто собирается поступать, так и их родителям, да и педагогам, естественно. Действительно, в кодексе образования внесены изменения, касающиеся целевого набора. Снят территориальный признак целевого набора. То есть, ранее организации и предприятия, которые претендовали на вот такой целевой набор, могли заказывать целевой набор только в том случае, если находились на территориях с количеством жителей, там, город, например, не более 20 тысяч жителей. То сейчас этот территориальный признак снят. Неважно, город Минск или областной город, или из регионов предприятия может организовывать, осуществлять и набирать для себя вот таких ребят по дальнейшему их трудоустройству и организации их целевого набора. В правилах приема тоже есть изменения на этот счет, потому что увеличивается возможный процент от цифр приема такого набора. Скажем, по системе здравоохранения до 80%, а по сельскому хозяйству, то есть специальности этого направления до 70%. Это процент до какого количества может осуществляться целевой набор. При этом он может быть разным. Это предел возможностей для целевого набора. Но по целевому набору ведь и поступить проще, правильно? Сложно сказать, потому что все зависит от конкурса. Если на эту специальность будет много желающих поступить по целевому набору, то там может конкуренция быть выше, чем при поступлении обычным способом, без целевого направления. Условия для тех, кто закончил по целевому набору, остаются теми же после окончания учебного заведения? Я имею в виду время отработки, первое рабочее место, какие-то гарантии социальные. Во-первых, он приступает к первому рабочему месту и имеет действительно социальную гарантию. Он, как молодой специалист, получает соответствующие надбавки. И он должен проработать тогда в течение пяти лет на этом предприятии, если получил образование по целевому набору. Это тоже определенная гарантия для молодого специалиста, потому что молодому человеку найти работу без опыта работы предварительно очень сложно. Заказчики кадров в большинстве видят для себя специалистов, имеющих опыт работы, но если не на этом, то на аналогичном предприятии. В этом случае для молодого специалиста это определенная гарантия. К кодексу образования мы внесли норму, которая позволяет при желании выпускнику приобрести статус молодого специалиста, даже если ты обучался на платной основе обучения. В последнее время очень много говорили об удаленном образовании. И это связано, конечно, в том числе и с ковидом, да и не только, а в принципе с развитием технологий. Но, как мне кажется, здесь очень много напутано понятий. Удаленное образование, сетевое, еще какое-то в кодексе этот вопрос тоже затронут. И прописаны определенные нормы и правила. Давайте просто проясним, что в нашей стране сейчас понимается, например, под сетевым образованием. Да, действительно, введена новая норма, сетевое взаимодействие учреждений образования. Что это такое? Это возможность учреждений образования использовать ресурсную и материально-техническую базу другого учреждения образования. Например, у нас в стране созданы 47 ресурсных центров. Что это такое? Это организация, учреждения образования, где создана новейшая материально-техническая база для подготовки кадров. То есть, если это сетевая форма, она позволяет организовать такую работу и направить из других учреждений для обучения, например, по определенному модулю этой учебной программы в ресурсном центре. Или другой пример. Военная кафедра в учреждении образования. Сетевая форма организации работы позволяет в том числе и обучение на военных кафедрах этого учреждения студентов из других вузов, где военной кафедры нет. В последнее время просто каша во многих голове возникла из-за того, что очень часто и зачастую не к месту употребляют такой термин, как удаленное обучение, дистанционное обучение. Тут еще появляется сетевое, и у людей где-то это все примерно одно и то же, а на самом деле не совсем одно и то же. Это о другом. Вот. Да. Вот это важно понимать. Это о другом. Вот что касается дистанционного обучения, то мы, конечно, за последние годы в дистанционном обучении приобрели колоссальный опыт. Кстати, в стране уже не первый год реализуются экспериментальные программы дистанционного обучения. Мы увидели, что да, эти программы достаточно эффективны, они востребованы. И пришло время закрепить эту работу нормативно. Поэтому отдельная форма, как форма организации образовательного процесса, установлена кодексом. Дальше время у нас остается еще очень немного для того, чтобы выработать в том числе и нормативно-правовые документы, которые будут четко регламентировать вот эту форму организации образовательного процесса. И технические условия, и оплата труда, и требования к аттестации, какая она будет в дистанционной форме, и многие другие вопросы. Но при этом мы понимаем с вами, что качественное образование – это образование, в котором непосредственное участие принимает педагог, не онлайн. Есть еще один момент очень важный. Есть целый ряд специальностей, особенно технического направления, где эффективное обучение в дистанционном формате просто невозможно. Потому что мы давно говорили о том, что мы активно реализуем эту задачу практико-ориентированность образования. То есть для того, чтобы научить, для того, чтобы студент приобрел эти компетенции, он должен непосредственно на практике с оборудованием работать, отрабатывая эти навыки и технологии работы. Поэтому вот эту составляющую… Да, например, и уже не научишь по компьютеру резать кожу, правильно? Ну, в хирургии тоже есть симуляционные технологии, да. Но это по отработке… Ну, симуляционные, но… Это по отработке, скорее, уже полученных навыков и знаний, и они все равно не заменяют непосредственную работу или присутствие. Но он же должен понимать, что это кожа, что там кровь, что это там, как реагирует организм, ну, как это пахнет, в конце концов, да. То есть, ну, это невозможно по компьютеру. Ну, вот поэтому мы и говорим, что дистанционный формат, его расширение и его возможности скорее в системе повышения квалификации. Вот здесь надо, сюда надо обратить внимание. Учебный год раньше считался по 1 июня, с 1 сентября, то сейчас фактически круглый год. По 31 августа. Да, по 31 августа. Ну, опять же… Что это, как, почему так? Наверное, нужно разделить, опять же, этот вопрос, а вот есть ли вы ученик или есть ли вы учитель. Так вот, если вы ученик, для вас не меняется ничего. То есть, каникулы у меня остаются? Совершенно то же. Все, спасибо, я прошу. Да, все остается для вас так же, как и есть. А это скорее для педагога важнее, потому что педагог все равно осуществляет свою деятельность в летний период. Они же работают, педагоги, мы знаем. Да, работают летние лагеря, работают… Да и готовятся к учебному году надо и так далее. Ну, там много работы, на самом деле. Да, да, да. Вот поэтому продлен до 31 августа. Чтобы не было понимания. Но продолжительность отпуска сохраняется у педагога, ничего в этой части не меняется. Ага, хорошо. Название учебных заведений? Детский сад, школа? Сейчас как-то это по-другому все? Что происходит? То есть… Да, да, да. Вот все организации… Не являясь при этом, по сути, ни школой, ни консерваторией, ни академией, но при этом они предоставляют определенную услугу, которой пользуются люди. Мы понимаем, что не всегда осознают, куда приходят. То есть, что это на самом деле? Если вывеска школы, то значит, пользователь определяет, что это учреждение образования. А оно, по сути, им не является. Возникает определенное заблуждение, поэтому для того, чтобы их исключить, в кодексе образования внесена норма, в которой таким организациям запрещается использовать названия школа, гимназия, консерватория, академия и другое. Что касается кодекса, то он работал в течение 10 лет. Мне кажется, это достаточный срок для того, чтобы посмотреть, проанализировать, взвесить те решения, которые видятся необходимым обществу, педагогическому сообществу, родителям или даже ученикам. Да, система образования динамична. Она постоянно развивается и постоянно совершенствуется. Но в этом есть необходимость, потому что обсуждения никогда не прекращаются. А как сделать лучше, как сделать ее более эффективным, как сделать ее более привлекательной, может быть. И это особенность не только системы образования нашей страны. Она динамична во всем мире. Каждый раз поиск новых подходов, новых решений. Как сделать систему наиболее благоприятной для ребенка в первую очередь. Поэтому те новшества, которые сейчас появились и которые мы обсуждаем, это результат обсуждений, предложений, взвешиваний, мониторинга. И очень важно, что многие ведь предложения, это не те, которые возникают в стенах министерства. Это те, которые мы слышим, видим от потребностей на местах. Об этом говорят педагоги, об этом говорят родители. А дальше уже ведется серьезная работа над тем, какие будут эффекты после внедрения этих новшеств. Что в результате улучшится. Поэтому я думаю, что насколько быстро развивается в целом общество, настолько же быстро развивается система образования. И нам этого не избежать. Вот мы с вами сейчас обсуждали, например, дистанционные формы обучения. Надо или не надо? Конечно, надо. Нет, никто не говорит, что не надо. Это надо. Да. Но надо понимать как, чтобы это действительно было на пользу. А не надо ради того, что... А потому что надо. Вы знаете, ни одно из решений не принимается в министерстве образования, потому что надо. Потому что любое решение — это продукт многочисленных обсуждений, общественных обсуждений. Это постоянный открытый диалог с родительским и педагогическим сообществом. Предложений очень много. И они очень разные. И зачастую они бывают диаметрально противоположными. И поэтому взвесить и найти вот ту золотую середину, в котором бы результатом была успешность и максимальные возможности для развития и совершенствования личности ученика — вот, наверное, это самое главное. А на это работают должны все государственные институты. У вас внутренние ощущения есть, что вы нащупали эту золотую середину? Скажу так. Кодекс — это очень ожидаемый для нас документ. Он был крайне необходим в системе образования. Но за кодексом следуют другие изменения. Они нормативно-правовые. Они регулируют механизмы реализации этой нормы. И вот как эта норма будет реализована, насколько правильно мы ее пропишем в нормативно-правовом документе — это не менее важно, чем сама норма в кодексе. И на все на это, на подготовку вот этих вот документов, которые уже, собственно, норму разжевывают, сколько должно уйти времени по вашему? До 1 сентября мы должны все выполнить. До 1 сентября этого года? Да, конечно. Да, да. Ну что ж, удачи вам. Спасибо. Спасибо большое за этот разговор. Мы будем вместе думать о том, как наше образование делать лучше каждый раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!